Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают читать. И ей что-то такое тихо. Она ему просто выносит мозг. Она ему говорит, да я тебе говорила, да в последний раз, да ты меня слушай, что ты там читаешь? На меня смотри. Я подхожу, говорю, слушай, мужик, ты же знаешь, кто я? Он говорит, да, извините. Я говорю, а что извините, приходи к нам на программу. Я думала, она в драку полезет. Ровно три часа был полет, она как мышка выходила мимо меня в туалет и так прямо улыбалась. И чуть ли не кланялся. Опаньки. С таким характером могла бы и в драку. Так что, к чему это, правда, забыла? Вот знаете, я вам хочу сказать, я же сама из провинции, ну, правда, я там 17 лет прожила, но отслеживая судьбы своих подружек школьных, у многих так, как у Зинаиды. Ранние браки, дети. Вот я просто одного не могу понять. Ну, раньше как-то боялись, что родители скажут, да? Ну, тоже были добрачные какие-то отношения. Но мы не знали ничего о контрацепции. Но сегодня уже все такие грамотные, у всех интернет. Послушайте, ну, почему нужно ложиться с мужчиной и рожать от него, когда он не просит детей по молодости? Что это происходит? Почему? Знаете, я вам что хочу сказать? Сейчас, как никогда, наступило время равных браков. Сегодня даже, если у тебя есть возможность кого-то с кем-то свести, люди десять раз подумают, а делать ли это вдруг самому пригодится. Сегодня никто за трешкой не бежит к соседу, чтобы занять до зарплаты, всех провожают в банк. Время изменилось. Сегодня просто так мужчину, конечно, уже использовать женщине, так сказать, возрастной, практически невозможно. Только либо ровнее, либо ниже. Если она там шла, маша по шоссе, а как любовью заниматься? Начинается так. Любовью заниматься будете. Затюкает. Она будет во время любви говорить, нельзя, дзя, дзя, немножечко опусти диафрагму, диафрагму. И вы будете, она будет вам поступить и говорить, так, не надо, горло не надо, опусти. А теперь опусти немножко, да. И открыто, открыто говорит, не я хочу тебя, а я хочу тебя. Понимаете? Поэтому и у вас все это... Ну, не вести попробовать кусочек, а то вдруг там, слышишь, какой-нибудь сюрприз. Слушай, а ведь ты права. А то мы как-то едим все подряд, что нам дарят, а знаешь, уже начинаешь... Именно конкретно сегодня как-то... Как-то меня уже сегодня это пугает. Ну-ка, откусите-ка себе. Я жениху отнесу. Нет уж. Мне давай. Ест. Гормуль. Так, ладно. Подарить подарки со своей вятской земли. Ага. Это делается только у нас. Ручная работа, глиняные игрушки, дымковская игрушка. Лариса, это вам, это вы. Спасибо. Но это не я, слава богу. Ну, вы очень похожи. Беспредельники. Играли. Вот я с таким лицом. Нет, нет, что ты это... Она на тебя не похожа, Лариса. Вообще, не волнуйся. Значит, сегодня парятся по поводу дорогого маникюра колхозницы, которые позавчера приехали из Северодвинска. Я тоже парюсь. Хорошие женщины, молодые, из хороших семей, с образованием, они, конечно, уже не живут ногтями, губами, накладными, накачанными, всеми этими делами. Они уже проживают совершенно другую жизнь, более интересную, более насыщенную. Они уже понимают, что молодость проходит, жизнь проходит. Есть такие, правда? Да, и есть такие девушки, которым, правда, всё интересно, всё любопытно. И землю они любят, вот в том понимании, о котором вы говорите. Женщина заглядывает прямо в глаза мужа с утра. Что ты хочешь, любимый? Отбивную или блинчик? Или просто займёмся любовью? Что предпочтёшь? А? Нравится? Программа «Давай пожениться» превращается в женский клуб по эротическим интересам. Послушай, ты такой конжент стал, была бы тогда, а после родов просто... Нет, Лариса, теперь просто у неё другие интересы. У неё вот дитё, мы не можем с ней поговорить. Я уже ещё и не бабка, ты ещё далеко, и ещё не скоро будешь. Вот, у нас нет общей реальности, понимаешь? Да, и вот тяжёлый. Нам с Лариской как раз про тело, а тебе вот как поел. Кстати, как поел? Всё хорошо? Да. Малой-то? Да. Тонуса нет там у тебя? Ой, слушай, Рос, с тобой интересно, ты можешь поддерживать. Вот. Правильный разговор. Я уже бабки готовлю. Виноградку? Надо её кормить. Что-то маленькая роза. Да, смотри, какая она прелестная. Какая она с обезьяночкой. Какая она с обезьяночкой. Я вас фотографирую. Ой, ты глушишься как в последний раз-то. А ты не хочешь загадать, Владимир? А вдруг я столько грешу на этой программе, вот превращусь в такую мартышку. Я даже смотрю просто в жадную. Вот я так ем всё время на программе. И буду так же к вам помячить. Видите, я здесь явно. А ты не превратишься. Нет, пообещаю, Росе. Спасибо большое. А не хочешь загадать? Это невозможно. Хочу загадать, но мне даже посмотреть на неё просто приятно было. И мне тоже. Хорошенько. Я такого наслаждения не получала. Да, по четыре. Ладно, не, не, не си её. Ты посмотри, а какая она прикидывает. Она ещё и кожурку снимает. Она же только мякоть выедает. Ой, Жужа. Отличный сюрприз. Понравилось? Она надевала школьную форму. Пионерский галстук перед вами, нет? Чтобы на пять туда же. Что я такого сказала? Ну, она могла бы сказать, давай... Андрюх, вспомним детство, вот когда у нас не получилось. Да-да-да-да-да-да. Открывает дверь, и она там с парточкой, с бантиками. Пионерский галстук. Да, мы много вспоминали школьных событий. Это было. И поженились, да? И поженились, да. И сколько прожили? Два года. А собака, которая с кошками живёт, она может думать, что она тоже кошка? Мы поставили, откровенно говоря, в тупик этим вопросом. У меня, моя, думает, что кошка. Семья это же, когда двое пашут, в общем-то, одинаково, да? Но не важно, кто там разгружает вагоны, а кто... А домой ты приходишь, у тебя должен быть тыл. Сейчас так страшно вокруг. Поэтому ты дверь закрыла, и понимаешь, вот здесь вот мой сотоварищ, с которым ещё можно поржать, поесть, попить, потом детей делать с большим удовольствием, друзей принять, потом поехать отдохнуть, потом сесть здесь к мамке, потом про эту мамку же, про любимую посплетничать по дороге, опять же, поржать, понимаете? Это всё вместе. Семья это очень-очень сложная вообще конструкция. Сегодня тем более. Скажи мне такие вещи, которые я в жизни не знала, что когда, как это вот с курицей вот это... Ну, когда... Когда у них происходит, у петуха с курицей, оказывается, на следующий день уже яйцо. Вот бы нам так, я бы нарожала бы человек, и главное, что у них фигуры не портятся, понимаешь? И что им кормить не нужно, вот это вот всё не произрастает потом со скоростью света. Вот, кстати, цвета с курицей, но их меньше яйцо. А думайте. Я смотрю подарки, люблю подарки. Это нам, да? Да, вам. Попрошайка наша, самое главное. Чё попрошайка, вам уж тоже достается. Нам приятно, но мы на фоне тебя выглядим интеллигально. Мы сами их ждём, но твоими руками, сливающими. Молодец. И можете глядеть на человека и определить, на каком этаже он живёт. Да, конечно. На каком я этаже живу? У меня бывали случаи, когда интуитивно я знал... Нет, сейчас конкретно, вот про Розу. Да, вот я на каком этаже? Глядя на вас, Роза, могу сказать, что вы живёте на шестом этаже. Ну, почти догадался на пятом. Лариса живёт на двенадцатом этаже. В подвале она живёт. Розка права. Паразитка завистливая. На третьем я живу. А жила на одиннадцатом. И ты у себя след остался. Оставать жены. Что когда Маратик... Хлеб... Э-э-э-э, не играйте с хлебом. А почему, а почему он не ест? Потому что вы их отравили заранее. А ты не сказали, буду предлагать. Не бери ни в коем случае. Я не понимаю, почему. Я стеснялся просто. Да, я стеснялся. Ну, тогда иди к бабуле, а мама покажет сюрприз. И по нашим традициям нельзя, чтобы были перевёрнуты. Да и по нашим тоже. Да, да. Да, да. Прекрасный нос. Вау. Все женщины в стразах. А мне столько надо. Крекай, вот я да. Спою я все песни, чтобы мы вместе. Я в той ночи. Субтитры подогнал «Симон»